По традиции в дни празднования независимости по всей стране открываются новые промышленные объекты. Сдается в эксплуатацию современное жилье, другие новостройки. Кстати, к главному празднику приуроченный запуск новой шахты на месторождении Гуджимсуай в Самаркандской области. Наш корреспондент расскажет об объекте более подробно. Адреса новых объектов, приуроченных к празднику, дополнились еще одним. На месторождении Гуджимсуай, расположенном в Кушрабатском районе, пущена в строй новая шахта. Рудник глубиной в 500 метров и диаметром в 6 метров. По мнению специалистов, важная ресурсная база промышленных запасов полезных ископаемых, необходимая для устойчивого развития отрасли экономики страны и расширения ее экспортного потенциала. Строительные работы на объекте проводились совместно с партнерами, в числе которых и подрядная организация акционерного общества «Башкортостан Шахтер Строй». Это для нас первый опыт в республике по совместной работе с заказчиком из Узбекистана. Но вся работа совместно со специалистами, которые профессионально, с чувством глубокой ответственности относили к своему делу, все получилось. Если посмотреть на результаты нашей работы, ствол находится в предготовности к эксплуатации, то есть остается произвести тонкие настройки, и в принципе ствол готов выполнять свою задачу. Примечательно то, что к началу будущего года мощности новой шахты достигнут объема 550 тысяч тонн. Качество и эффективность работы обеспечат внедрямые в процесс инновационные технологии. Об этом говорили на торжественной церемонии открытия, в которой приняли участие ведущие специалисты предприятия «Молодые шахтеры». Лучшим строителям, принимавшим участие в возведении нового объекта, вручены ценные подарки. Еще одно памятное событие состоялось в этот день. В честь праздника независимости работникам месторождения Зармитана и Руджемсой был вручен президентский подарок – две автомашины скорой помощи. В эти дни праздничное настроение царит повсюду. К примеру, поселок Заркент сегодня не узнать. В последние годы здесь было построено 20 многоквартирных домов, а еще спортивный комплекс, парк культуры и отдыха, объекты бытового обслуживания. На днях открылся и аквапарк, который стал одним из любимых мест отдыха не только детворы, но и взрослых.